Добрый день, дорогие друзья! Сегодня этот ролик для тех мам, у кого, например, дети при заболеваниях очень быстро обретают лающий кашель, какие-то аллергические реакции на инфекцию. Когда остановить симптоматику кашля сложно, они помогают, там стандартные амбраксолы, бронхолитины и так далее. Они только ухудшают ситуацию. И вот тогда зачастую не знаешь, куда деваться и за каким растительным препаратом бежать, чтобы ребенку было легче. С такой же ситуацией мы когда-то столкнулись на Кубе. И местные жители, слыша, как кашляет наш ребенок и как он тяжело переносит инфекцию, они нам решили помочь. Они нам принесли флакончик с настойкой орегано. Орегано кубинское по внешнему виду даже отличается от белорусской душицы, но провести сюда его не смогла. Но здесь я нашла аналог. И попробовала в прошлом году, сделала вытяжку впервые. Вытяжку я делала на перваче 55 градусов. В стандартном варианте, когда мы берем банку, накладываем травы на 2 трети и заливаем первачом 55 градусов либо водкой. Настаивается 30 дней, после чего траву удаляем, а настойка дальше хранится. Она великолепно хранится. Кроме того, можно делать из душицы еще вытяжку масла. Масло точно так же на 2 трети банки закладываем растения со цветиями. Заливаем маслом. Точно так же оно хранится, стоит в темном прохладном месте. 30 дней после этого мы удаляем траву, а масло дальше продолжаем хранить в темном прохладном месте. Масло можно в дальнейшем использовать вместе с маслом зверобоя, например, смешивать, когда ребенок болеет. Великолепное антипростудное средство. Великолепное средство не только от простода. Есть целый перечень медицинских свойств удушицы. Можете почитать об этом в интернете более подробно, под те заболевания, которые вас интересуют. На самом деле это целый кладезь. Целый кладезь и аминокислот, здесь же есть эфирные масла, здесь же есть, здесь же есть. Здесь же читайте, находите под то заболевание, которое надо. А рецептура, она в классическом ключе делается либо сушим, да, в чай добавляем, используем, либо настойка, настойка прекрасно помогает при кашле и при простудных заболеваниях, либо маслом. Точно так же делаем. Если нужна эмульсия, тогда настойку смешиваем с маслом и используем. Эмульсии чаще все-таки для наружного применения, для внутреннего я бы либо то, либо то делала, да. Вот сейчас время заготавливать душицу. Она сейчас красивая, она сейчас вот только цветет. Вот, и она еще молодая. Вот зверобой уже отсвела она, она еще только в разгаре. Точно так же, как и мелиса. И когда ребенок принимает, принимает он ее очень сильно, чайную ложку я разбавляю сильно водой и обязательно добавляю сахар. Вот как-то так. Пробуйте, я думаю, что это поможет. Вот, кстати, это не только отхаркивающее средство, которое можно использовать для лечения простудных, вирусных заболеваний. Целый перечень у душицы, где она применяется. Вплоть до лечения и помощи в симптоматике и при эпилепсии, и при желтухах, и при печени, и при кишечнике, и при-при-при-при-при-при. Очень большой перечень. Я ее использую, в общем-то, в домашней аптечке, как противокашливый препарат. В этом году я буду делать и масло, и настойку. Спасибо за внимание. До новых встреч, друзья.